Всем привет, друзья! Меня зовут Денис и мой никнейм Поречка. Я один из первых русскоговорящих стримеров по новой карточной игре от Marvel под названием Marvel Snap. И я хотел бы поприветствовать вас на этой серии обучающих коротких видеороликов, где я постараюсь разъяснить все основы, фишки и приколы, которые есть, если хотите, в игре на данный момент. Для начала хотелось бы ответить на самый часто задаваемый вопрос, а именно вопрос о том, как попасть на закрытое бета-тестирование. Именно в этой стадии сейчас и находится игра. Друзья, я получал доступ через официальное приглашение, через закрытый инвайт. Соответственно, я сейчас не буду рекламировать какие-то АПК, методы, сторонние обходы и т.д. Это все вы можете сделать сами, изучив соответствующие материалы в поисковых системах. Я думаю, вы поняли посыл, да? Если кому-то нужно что-то найти, то вы сможете это сделать. Сейчас давайте начнем наш первый ролик с того, что мы пройдемся по меню, потому что есть в игре какая валюта, как зарабатывать. Вкратце, возможно. И следующий уже ролик мы, допустим, сделаем именно геймплей игры. Я не хочу мешать в две составляющие. Я хочу все-таки, чтобы этот формат оставался коротким. В дальнейшем будет видео прямо еще короче, поверьте. Я буду рассказывать про вот такие вот фишки, что это за фьючерит локейши, например. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и давайте все-таки вернемся к главному меню. Прошу обратить ваше внимание на верхний угол. У нас здесь есть два типа валюты главных в игре. Левый тип, синий, это называется кредиты. Правый по иконке, я думаю, вы уже можете понять, это голда. Голда является более редкой, кредиты более часто используемой, но тем не менее у меня их сейчас меньше, потому что я их просто трачу. Также здесь у нас находится сезон пасс и еще одна немаловажная деталь. Вот это вот 128, это мой уровень коллекции. Попрошу запомнить вас это, скажем так, обозначение уровень коллекции. В принципе, можете называть это уровнем игрока в игре, но для фри-то-плей игрока это одна из самых важных вещей. Именно здесь вы будете получать свои карты в награду. Для того, чтобы прокачивать этот самый уровень коллекции, вы должны прокачивать свою коллекцию карт, а именно улучшать их. Изначально у каждой карты она является обычной. После этого она становится анкаманкой, раркой, эпической, легендарной, ультралегендарной. И, насколько я помню, есть еще два типа, но в них я пока вдаваться не буду. Об этом сделаем отдельный ролик. Вот так вот выглядит каманка с обычной границей. Как только вы набираете в правом верхнем углу соответствующих количеств, я не помню, как они называются, деталек, вы можете эту карту улучшить. Вот, например, давайте возьмем Казара. Вот у меня 93, он у меня сейчас редкий, я его могу улучшить за эпика. Мне нужно 20 вот этих деталей и 200 кредитов. Все, как только вы улучшаете карту, вы получаете уровень коллекции. За улучшение обычной карты до анкаманки вы получаете 1 уровень, до рарки вы получаете 2 уровня, до эпика 4 уровня, до легендарки 8 уровней. И давайте вот проверим до ультралегендарной... Нет, до ультралегендарной 8, значит до легендарной 6 все-таки. Ну и потом 10, соответственно, и 12. Тут понятно, да, вы получаете уровни из открытой карты. Карты, которые находятся здесь, они входят в определенный пул. Условно, с первого по, допустим, 220 уровень, есть определенный набор карт, которые вы будете получать в случайном порядке. То есть вам как может выпасть одни из самых крутых карт, так и относительно слабые карты. Даже вот на 128 уровне у меня выпал Халкбастер. Это не самая сильная карта в игре. После того, как вы перейдете определенный уровень, вам будут выпадать еще более жесткие карты. Ну, соответственно, у тех, кто будет платить реальные деньги, эти карты, допустим, будут раньше. Давайте зайдем в магазин, будем по порядку идти, и будем смотреть, что тут можно приобрести. Смотрите, есть специальные предложения, которые можно купить за золото. Это, в принципе, альтернативные скины на карты. Также можно быстро прокачать карты за кредиты. Ну, и тут у нас можно конвертировать голду в кредиты, что, кстати, немаловажно. В принципе, кредиты, я бы, наверное, я назвал голду более важными, но кредиты, наверное, будут все-таки самыми важными в этой игре, потому что именно за них что-то улучшается. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот левые кредиты, именно 50, вы можете получать раз в день 50 кредитов бесплатно. Не забывайте прожимать эту кнопку. Тут уже конвертация платная. Ну, и здесь можно купить золото. Цены, я думаю, вы видите. 4.99 за 300. Следующая, следующая иконка, это коллекция. Здесь мы видим коллекцию карт. Здесь можно создать же колоду. Вот плюсик нажимаем, создаем колоду. Я не буду вдаваться в этот раздел. Тут, я думаю, вам все понятно. Я даже уже, в принципе, что-то тут объяснил. Давайте только объясню одно еще раз, потому что мы пошли по меню. Основные, как бы, типы, архетипы, как и в карточных игр, которые есть. Смотрите, есть у нас онревил. Я, в принципе, эту способность сравниваю с гвинтом и называю батлкрай и с хердстоуном, в принципе, батлкрай. То есть карта активируется эффект при ее выходе на стол. Все понятно? Все понятно. Онгоинк, это, в принципе, небольшая противоположность. Это эффект текущий, который срабатывает, если карта стоит на столе. Например, онгоинг удваивает атаку всех ваших существ. То есть если у вас стоит онгоинг с этой способностью, будет удваиваться на столе способность всех ваших существ. Battle Cry, соответственно, только при выходе карты No Ability, это карты без способности У них есть просто текстовое описание Например, вот We've got to save this city Дальше Discard Это, соответственно, карты, которые Скидывают другие карты У меня пока таких только две Move, это карты, которые завязаны На передвижении Тут тоже понятно И Destroy, это карты, которые завязаны На уничтожении, либо связаны с уничтожением Тут вроде коротенько все получилось Теперь по поводу главной локации Тут Season есть пасс В него, я думаю, тоже вдаваться не нужно Я быстро просто вам покажу, для тех, кому интересно Можно получать награды Но он был, я его приобрел За 550 голды Приобрел за 550 голды Этот Battle Pass Тут, в принципе, его можно отбить Это же золото, можно его отбить обратно Вот я уже почти это сделал Но следующие, говорят, разработчики Хотят сделать платно Далее у нас есть миссии Делики Раз в день обновляются Если выполняешь два Заполняешь вот этот вот один из кружочков Если выполняешь три таких кружочка Получаешь 200 голды Если выполняешь шесть кружочков Получаешь 650 кредитов Пополняются они часто Вот через 22 минуты У меня будет еще две новые миссии И также есть миссии для Season Pass Для того, чтобы фармить опыт В именно Season Pass Прошу обратить ваше внимание на то Что если тут пролистать Вот главное меню Листануть, допустим, влево Есть очень важная фишка Например, Futured Location Это текущая одна из локаций Которая достаточно часто С большей вероятностью появляется Просто хотел вам это уточнить Чтобы вы знали, что в принципе Многие колоды можно даже строить Исходя от этого Так, например, предыдущая локация была Если у карты нет способностей То получает плюс три силы Эта локация Он ревил эффект Срабатывают дважды на этой локации То есть, соответственно, карты Которые играют С Battle Crime Они будут очень сильны В принципе, если у вас будут они Находиться в колоде Ну и также можно, соответственно Подстраиваться под мету И брать, допустим, карты Которые играют против он ревила Такие в игре тоже есть Например, собака Космо Которая блокирует способности Он ревил полностью Следующая иконка Это и есть Battle Pass 4 Ну, тут у нас новости Просто новости Тут пока, в принципе, ничего интересного Какие-то основы и т.д. и т.п. Наверное, последнее, что осталось разобрать Это вот эту вот цифру 56 Это рейтинговый режим Сейчас он есть только один Я нахожусь на данный момент С платинами на Даймонде Промежутки Если пролистать максимально вправо То есть Infinite Там он может идти, насколько я понимаю Бесконечно Кто больше, тот круче Есть уже игроки и 200 У которых Ну, они уже давно играют Смотрите, заполняется он 10 кубами Чтобы заполнить один вот этот кубик Нужно еще 10 выиграть Вся игра строится на кубах Изначально, если вы доходите до 6 раунда Именно до 6 раунда И оба игрока нажимают Закончить 6 раунд То выигрывающий получает 2 куба Если кто-то сдается раньше-позже Это 1 куб Также ставки можно удваивать в игре Допустим, максимальное количество За которое вы можете сыграть Насколько я понимаю, это 16 Но это если будет 7 раундов в игре Это бывает только с одной локацией Ну, а так в целом это 8 То есть Игра идет, в принципе, на повышение Изначально все играют за 1 куб Если я решил, допустим, нажать Так называемый снэп То со следующего раунда Игра будет уже не за 1, а за 2 куба Если игрок, допустим, мой соперник Режит тоже нажать в следующем раунде снэп Игра уже будет идти не за 2, а за 4 куба Ну, и если мы дойдем до последнего Финального решающего раунда То будет не за 4, а за 8 Соответственно, удвоение Если никто из нас не нажмет снэп То просто 1 умножить Плюс, точнее, 1 плюс 1 будет 2 1, короче, 1 на 2 Удвоение просто получится 2 А также в игре можно сдаваться Например, если вы видите, что у вас прям отстойная рука Дошли до 4, до 5 раунда, до 6 Соперник не снэпает Но вы не уверены в победе Просто ливайте, вы потеряете 1 куб Ну и, соответственно, заполнив, как я уже сказал, 10 кубов Вы получаете один вот такой квадратик Соответственно, чтобы перейти, в принципе, на следующий ранг Вам нужно 100 кубов выиграть Я надеюсь, что это видео, друзья, было для вас очень познавательно Это только первая часть В следующем ролике попробуем поиграть уже именно И разобраться, что и как именно в игре И, как говорится, посмотрим на практике Всем спасибо, с вами был Поречка Заходите на мои потоковые трансляции Пообщаемся с вами там Не забывайте задавать ваши вопросы в комментариях До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok